Ну, все это потом еще усугубилось тем, что папу исключили из партии. И стало в доме очень тихо, никто к нам не приходил. Приходили только два бывшего его друга-учителя. Тогда же все было очень страшно. Страшно. И никто их не обвинял, этих людей, что они не приходили к нам. Ну, а папу исключили за то, что он в свое время, когда он был цензором, он одно время был цензором в Екатеринбурге, в Свердловске. Он запретил печатать книжку о истории Шадринска, которую он назвал Черносотиной. И вот этот автор затаил обиду на папу и написал донос. В доносе он писал, что папа приписал себе дореволюционный стаж партийный, а в действительности он только в 18-м году вступил в партию, что он, оказывается, работал в окопной правде, но недостаточно номеров там было опубликовано. Ну, короче говоря, разбирали, решили, что виноват папа, исключили его из партии. Это был 1937 год. Папа меня позвал к себе в комнату и сказал, «Ты, пожалуйста, пойди в школу и скажи, что твой отец исключен из партии. Тебе не доверят никакую комсомольскую работу. Старостой класса ты не будешь, это естественно. Но ты не огорчайся». Я пошла, сказала нашей классной руководительнице. Ну, никто не обратил внимания. Я осталась и комсомольским вожаком, и старостой класса. Таких, как папа, было много. Ну, я очень хорошо помню историю моего соученика Антоши Казанцева. Его отец заведовал Центробанком Уральским. И Антошу единственного, кого подвозили на машине. Но далеко останавливались, чтобы никто не видел, что он приехал на машине. Тем не менее. Вот. Его расстреляли. Антошиного отца расстреляли. И семья осталась в очень плачевном положении, потому что мама никогда не работала, а Антошка был еще маленький. Ну, маленький, в смысле, там, я не знаю, в пятом классе или в седьмом классе учили. В пятом, наверное, еще. Мы продолжали учиться и продолжали дружить. И никто вообще не говорил, «Ах, ты враг народа!» Нет, 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 этого не было. Как дружили, так и остались дружить. Все. Ну, скорее опасались взрослые, а ребят-то нет. После того, как его исключили из партии, у нас приходили с обыском. Я помню, приходили люди в черных кожаных куртках, переворачивали дом. Ну, видимо, ничего не нашли. Искали пистолет. А пистолет мама уже давно утопила в колодце. Мамочка предусмотрительная была. Ну, хотели, значит, ему еще предъявить еще более серьезное обвинение, что он хранит оружие. Вот. Ну, и потом его вызвал следователь. Следователь назначил часы, когда ему нужно прийти. Мама собрала чемоданчик, там полотенце, мыло, тапочки. В общем, так, для лагерной жизни. И папа пошел. Пошел, он сел там ожидать. Ждал час, два, три. Потом встал и ушел. И потом оказалось, что этого следователя привлекли. Я не знаю, расстреляли его, или уволили, я не знаю, его судьбу. Но, во всяком случае, он уже больше не функционировал. А папа остался. И его никто не хватился. Его никто больше не вызывал. Он никуда не пошел. И, в общем, вот так сел. Днем работал в огороде, а вечером писал. И в 39-м, в 36-м году первый сказ опубликован. А в 39-м уже книжка вышла. Малахитова и шкатулка.